Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эти нелегкие планеты времена мы с Вадимом Родионовым на посту. У нас сегодня тема вряд ли кого-то удивит. Она почему-то стала часто звучать у меня в кабинете из уст моих пациентов. Неважно, с какими проблемами они пришли. Коронавирус. Да, да. Легко. Дальше это коронавирус. Потому что эта тревожная волна захлестнула огромное количество людей. И волей-неволей начинаешь на это обращать внимание, вслушиваться и задумываться. Шесть человек. В Латвии официально такой диагноз подтверждён на данный момент у шести человек. Почему? Из них, по-моему, часть уже выздоровела и выписалась. Да, в лёгкой форме. Причём первая заболевшая, которую госпитализировали, была выписана на следующий день. И второй тест не подтвердил у неё это заболевание. Но, тем не менее, считается, что она тоже им переболела. Я за всем этим наблюдаю, вспомнил историю, которая произошла аж в 1938 году, когда в Америке по радио передавали спектакль некий розыгрыш «Война миров» у Уэллсу. Да, и все думали, что это вторжение. Только это передали как реальный репортаж. И люди, которые всё это слушали, по-моему, разделили на несколько групп. Первая группа были люди, которые обладали неким образованием, начитанностью, хоть какими-то представлениями об устройстве Солнечной системы. И сразу к этому достаточно скептически. Вторая группа были люди, которые, возможно, не обладали информацией, но они сразу начали звонить на радио, звонить ещё в какие-то учреждения, спрашивать, так ли это, узнали, что это розыгрыш, и быстро успокоились. Третья группа относилась к людям, которые запаниковали, но звонить никуда особо, ну, потихоньку как-то раскрутились, заволновались, звонить никуда особо не стали, постепенно успокоились. И четвёртая группа – это были люди, которые просто в момент, только услышав эту передачу по радио, провалились в панику. И стали распространять её дальше. И дальше, и, в общем-то, пока всё это, волна утихла, пока до людей дошло, что всё-таки это был розыгрыш, и, по-моему, перед ними официально извинились за это, но, тем не менее, мне кажется, эта структура и эта классификация людей по типам их реакций никуда не делась. То есть на сегодняшний день, я думаю, коронавирус и связанная с ним шумиха, вот что только не захочется, здесь найдёшь. Ты найдёшь тревожные расстройства, ты найдёшь панические расстройства, ты найдёшь теорию заговоров. Ну, это известная история, что… Американцы запустили, чтобы победить Китай. Американцы запустили. Формфирмы, как все наживаются, на доверчивых людях. Китайцы имитировали всё это, на самом деле, никакого вероста в природе не существует. Что-то ещё было. А, ну, естественно… Русский след там был. Русский след, арабы обвиняют Израиль, Иран обвиняет Израиль, ультрарелигиозные люди обвиняют грешников, из-за которых эту кару насладил на планету Всевышний, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, каждый раз эта информация, эта ситуация падает на подготовленную почву в душе каждого из нас. И подготовленные брокеры на этом тоже успевают зарабатывать. Брокеры зарабатывают практически на всём. Но это игра на понижение, потому что, посмотрите, что творится с рынками за счёт кондавируса. Даже если подойдёт… Я не смотрю на рынки, я, к счастью, ими не пользуюсь, кроме центрального разве что. Я думаю, что на самом деле, конечно, эта реакция, с одной стороны… Ну, да не задено никого из присутствующих, но в трудах по поводу, что существует моральная паника, один из источников моральной паники – средства массовой информации. Потому что поток информации, очевидно, есть газеты, программы с разной степенью добросовестности. И даже читая интернет, понимаешь, что где-то происходит, как говорится, вброс. Есть вброс информации. Вброс информации по типу из совершенно достоверного источника. Что-то вроде один знакомый, который в данный момент как раз живёт или работает в Италии. Здесь я бы заступился, на самом деле, за средства массовой информации, потому что, мне кажется, огромную роль сейчас играют социальные сети. И именно непрофессиональные журналисты являются рассадниками этих слухов, а именно вот те вбросы, которые происходят в соцсетях. Потому что быстрее фотографию можно, какое-то эмоциональное описание, непроверенные факты пустил, репосты и понеслось. Давайте подумаем, почему наше общество оказалось столь уязвимо. Это не эпидемия чумы XIV века, когда, по-моему, то ли четверо, то ли треть населения Европы исчезла. Это не испанка и не холера. Не испанка и не холера. Но почему-то наше население откликнулось с ним верным энтузиазмом на всё это. И мне кажется, мы можем говорить о том, что уровень тревожности у населения в среднем за какие-то последние годы сильно подрос. Потому что как будто есть, знаете, лава в вулканах ждёт извержения, что-то там колокочет под поверхностью, и снаружи не так уж заметно. Это там тряханёт, да ещё что-нибудь. Но стоит найтись какой-то причине, которая пробьёт дыру или это напряжение усилит, и всё это вырывается на поверхность. Здесь, мне кажется, есть ещё один важный нюанс и момент, потому что я говорил с известным медицинским блогером, он известен как военврач, и он с медицинским образованием, Алексей Водовозов. Он сказал, что мы впервые столкнулись с эпидемией на таком уровне информационного, коммуникативного, технологического оснащения. То есть раньше, когда мы переживали и боролись с какими-то эпидемиями, не было такой информированности рядового населения. То есть, грубо говоря, первый случай в Ухане через несколько секунд мы уже об этом знаем, потому что есть социальные сети. И слишком быстрый поток пугает людей, потому что они не профессионалы, но, тем не менее, опять же, эти панические настроения друг от друга передаются через соцсети. Интересно, что куда-то моментально проваливается рациональное научное мышление и сменяется в данном случае, я бы сказал, мышлением магическим. Мы часто говорили о том, что такое магическое мышление, когда какие-то научные рациональные факты и теории подменяются теориями сверхъестественного, теориями заговоров, некими злыми силами, которые обязательно влияют. Здесь ведь глобальная ипохондрия, получается. Вот этот глобальный иррациональный страх заболеть. Ипохондрия вряд ли. Ипохондрия, когда человек всё время всё время находит какие-то болезни бесконечные. Есть коронавирус, почему бы его не найти у себя или у своих знакомых и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это не ипохондрия. Мне кажется, опять какой-то поиск ожиданий беды тревожный, поиск виноватых. Кстати, о магическом мышлении. Ну, понятно, что масса людей от всего этого, хотя и прошли вроде бы века, от всего этого пытаются отбиться с помощью молитв. Кстати, как известно, одна из причин распространения вируса в Иране заключается в том, что люди мчатся в места, где положено целовать некие святыни. Целуют они в больших количествах и по очереди. И, естественно, никто святыни не обрабатывает антисептиками. Ну, вроде как должны сами себя. Ну, не работают. И всегда работают. Кроме того, есть и нечто новое. Есть патриотическая нотка в борьбе с инфекцией. Вспомним историю с эвакуированными из Китая украинцами, которых люди просто встали стеной. И кидали камнями. Кидали камнями. И люди исполняли гимн Украины. То есть, это злые силы отгоняются не только молитвой, но и гимном государства. Такая дикая история, на самом деле. Она дикая. Она, конечно, на самом деле, ничуть не более дикая, как эта дама в Москве, по-моему, где в подъезде снимала квартиру женщина, приезжавшая лечиться от рака. Дама, которая собирала подписи, для того, чтобы этих людей выселить из подъезда. Потому что рак, очевидно, может быть заразен. Но я вот сегодня услышал анекдот на злобу дня. Мне он еще понравился. Когда человек в маске зашел в банк, все сразу ахнули, стали от него бегать. Он говорит, не волнуйтесь, это простое ограбление. Все выдохнули. Все было бы смешно, как бы не было так грустно. Но так ведь и есть. Мне кажется, если человек скажет, что это ограбление, все выдохнут сегодня. Вот в той ситуации, на том уровне эмоционального напряжения, на котором мы находимся в связи с коронавирусом. Интересно, что все-таки, у нас была передача, посвященная понятию моральной паники, где есть виновата некая группа населения обычно, где есть достаточно притянутые за уши аргументы, из-за которых эта группа населения виновата. есть безумный шум в СМИ, в социальных сетях и так далее. И что характерно, быстрое угасание, как только эта ситуация... Ну, простой пример, история с синим китом. Где сейчас тот синий кит? Мы уже, по-моему, забыли даже, сколько было переживаний, сколько было из этого собраний, текстов в прессе, интервью и так далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, у коронавируса есть боль, какое-то основание для внимания, чем история синим китом. Но, тем не менее, по большому счёту, ведь, казалось бы, всё достаточно логично и рационально. Мы живём в 21 веке, есть вирусологи, есть практические врачи, есть периодически публикуемые сводки с медицинских фронтов, есть очень подробные даже для непосвящённых текст о том, что такое коронавирусы, какие разновидности их есть, как они себя проявляют и так далее, и так далее. И, по идее, такой паники быть не должно. А вот падишь ты. Здесь, мне кажется, ещё интересно, на что я обратил внимание, что вот эта паническая история, она распространяется в том числе на официальные службы. Потому что, когда ВОЗ говорит о том, что это ЧП международного масштаба, что чрезвычайная ситуация... Но не пандемия. Но не пандемия, да. Когда в Италии 16 миллионов человек оказываются в карантине, это уже голливудский размах, можно снимать кино о том, что люди не могут покинуть, а если они захотят самовольно это сделать, то им грозят серьёзное наказание, по-моему, там 100 тысяч евро штраф. В каких-то странах сажают в тюрьму. Например, вот у меня в друзьях в Фейсбуке есть Дарья Асламова, известный журналист, дрянная девчонка ещё и называли. Она в карантине две недели сидела в России, в общем-то, описывала это всё дело. Но с долей, наверное, всё-таки такого преувеличения, как мне кажется, ей свойственно. Но, тем не менее, это очень кинематографическая история. Это то, что нам показывают в кино. Вот я недавно посмотрел сериал «Эпидемия», и тут как раз история с коронавирусом. И ты понимаешь, что вот это всё, тебя могут запереть в карантине, и ты оттуда две недели не можешь выйти. Потому что если ты попытаешься сбежать, то даже могут посадить в тюрьму. Далее выступления первых лиц государства, нагнетания, всеобщие и так далее. И даже человек с критическим мышлением, когда он слышит о том, что здесь 16 миллионов человек в карантине, здесь самолёты останавливают, люди в масках приходят и так далее и тому подобное, то у него тоже начинаются сомнения. А может быть, я всё-таки что-то не понимаю? Может быть, действительно это какая-то страшная история? И вроде логика и здравый смысл говорит, что не всё так страшно. От сезонного гриппа умирает примерно такое же количество людей. И тем не менее, всё-таки сомнения-то подкрадываются. Не могут же все ошибаться? Во-первых, насколько я понимаю, 16 миллионов в Италии, это не 16 миллионов запертые в собственных квартирах и в больницах. Люди, которые рекомендуют не летать, не улетать. То есть не то, чтобы они все сидели за решёткой и получали паёк три раза в день. Кроме того, карантин – это всё-таки не холерный барак. Это не люди, которые лежат в повалку где-то на полу, не в силах шевельнуться. А в-третьих, ну, увы, тревога – вообще достаточно иррациональная вещь. И просто, мне кажется, всплеск тревоги очередной раз нам показывает, насколько мы уязвимы на звонок. Да. Примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, Лариса. Да, Лариса, здравствуйте. Вы знаете, я обратила внимание, что реагируют-то люди все одинаково. Что какие-то учёные, инженеры, что дворники, простые рабочие. Что у человека, я не знаю, как это. Я уже Вадиму говорила, что поскреби чуть-чуть, и вся цивилизация, в другой передаче я говорила, вся цивилизация с нас слезет, останутся неандертальцы с дубинками. Но дело даже не в этом. Тут у меня знакомое дошло до маразма. За руки здороваться, значит, нельзя. Так они придумали, а не на ноги наступайте. Я говорю, вы мне обувь портите, носы обдираете. Ну, за руки же нельзя здороваться. Ну, вот как людям объяснить, а? Спасибо. Спасибо. Депутаты Сейма соприкасаются кулаками или локтями, для того, чтобы не взаимодействовать. Трогательное зрелище должно быть. Ну, Ларис, я думаю, что всё-таки не все реагируют одинаково. Я думаю, что всё-таки люди образованные, этой панике поддаются меньше. Но вирусологи, с которыми мне довелось разговаривать, включая главу нашего центра инфекологии, Байбу Розентал, они достаточно спокойно к этой истории относятся. О чём и речь. Кроме того, я думаю, что всё-таки здесь возникает такая история, что люди заняты, очень многие заняты, любимые народные забавы, поиском виноватых. То есть, ну вот, когда начинается эпидемия гриппа, очередная, почему-то никто не ищет виноватых. Ну, максимум опять напишут о коварных фармфирмах, которые продают свои фальшивые вакцины, которые в лучшем случае бесполезны, а в худшем случае калечат грядущие поколения. Ну, ещё в сообществах антипрививочников что-нибудь. Ну, это в сообществах антипрививочных, это верно, это всё такое, это что-то вроде сторонников теории плоской земли, на мой взгляд. И вот погиб человек, пытаясь доказать, что земля плоская. Да, он на ракете там как-то не получил. Но, мне кажется, тревога, паника и поиск виноватых – это тоже один из признаков этого состояния общества, которое вдруг вспыхивает. Потому что, по идее, ну вот, если бы мы нынешнюю ситуацию перенесли во времена чумы, нас же кого-нибудь линчевали бы за отравление колодцев, за колдовство, за наведение порчи из глаза, за неправильное лечение пострадавших и так далее. Ну, был же случай, что кто-то кошленол в переполненном поезде или в метро, не помню в каком городе, и ему там надавали за это. Да? Нет, к счастью, к счастью, не слышал. И вот, мне кажется, коронавирус пройдёт, это понятно. Понятно, что придёт какая-нибудь очередная зараза. Мне кажется, нам важно было бы понять всё-таки та почва, которая в человеческом сознании, которая падает очередная информация и вызывает какую-то схожую реакцию. Неважно, это коронавирус, это конец света по календарю Майя и тому подобные вещи. Знаете, кто-то, кто побежит покупать гречку. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Оставайтесь с нами, скоро вернёмся. Мы продолжаем, это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Редёнов, звукорежиссёр Редён Золотарёв. И сегодня мы говорим о коронавирусе и панике, которая наблюдается на всём земном шаре. Вокруг этой истории. связано с этой историей. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира. Звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Мы продолжаем. Я думаю, есть ещё одна, как ни странно, история, которая подготавливает население к подобным событиям. Вы упомянули сериалы и романы «Эпидемия». Уже много лет достаточно полным-полно фильмов о зомби-апокалипсисе. Ходячие мертвецы. Да, и много их. Уже появилось много всего параллельного. То есть, на самом деле, история ведь та же самая. Появляется некий вирус и начинает распространяться как пожар. Я больше не говорю, чему посвящён фильм о зомби-апокалипсисе. На самом деле, только в плохих фильмах это акцент на вот этих ходящих, сгнивших мертвецах, которые кого-то кусают. А в фильмах более глубоких очень быстро акцент переходит с зомби. На выживших. На выживших. На их отношения, на то, что происходит между уцелевшими. Зомби в итоге где-то там бродят, как такое неизбежное зло, от которого кто-то вовремя уворачивается, кто-то научился уничтожать. А вот отношения между уцелевшими – это отдельная история. Вот заметьте. Ну, мы, к счастью, о заболевших только читаем. И читаем и знаем, что большая часть из них подавляющих. Что выздоравливает, что у кого-то проходит бессимптомно, то есть, да, умирают к несчастью люди, хронически больные люди в преклонном возрасте, как при любом гриппе, в общем-то. А вот этот весь шум, который вокруг нас происходит, это дело рук здоровых людей. Вы хоть раз видели, кто-то написал, я сейчас болен коронавирусом, всех проклинаю из-за вас, и так далее, и так далее. Нет. Везде пишут, говорят, ругаются, выдвигают страшные гипотезы, исключительно не поражённые коронавирусом люди. То есть, бояться надо не больных, бояться надо здоровых. Ну, таких условно здоровых, я бы сказал. Скажем так, не заражённых вирусом. Конкретным заболеванием. И вот я думаю, откуда эта готовность у нас наслаждаться страхом? Знаете, на самом деле, если мы посмотрим со стороны, это крайне какая-то увлекательная игра, охватившая полчеловечества. Здесь ведь можно найти всё-таки какой-то соблазнительный элемент, потому что это подчёркивание угрозы, может быть, обострение ситуации, это привлечение внимания в том числе к тому, кто это делает. Потому что человек сразу чувствует себя более значимым. Когда он говорит, представляете, у моего соседа диагностирован коронавирус, весь подъезд уже практически эвакуирован, и так далее, и тому подобное. К нему начинают прислушиваться. Я даже думаю, дело не столько в том, что он ищет внимание окружающих. Бессознательно, возможно. Я думаю, что человек вдруг ощущает, что посреди его повседневной жизни дом, семья, работа, выходные развлечения, появляется нечто захватывающее. Причастность к чему-то большему, чем обыденная жизнь. Что-то происходит. Я бы сказал, знаете, может, это такой, как называется, симуляторы, тренажёры для полётов, где ты не разобьёшься, но все ощущения испытаешь. И вот здесь, мне кажется, очень похожая история. Мы все участвуем в огромном симуляторе эпидемии мирового масштаба. Но мы при этом, говоря об этом, мы ловим эмоции, мы хотим от других людей получить эмоции страха, эмоции заинтересованности, увидеть на себе какие-то сосредоточенные взгляды. То есть, это игра такая получается? Я не думаю, что, ну, по крайней мере, большинство людей этого хотят. Я думаю, конечно, есть люди, которые жаждут внимания и сами себе, те, когда они рассказывают в реальности или в соцсетях какую-то захватывающую историю, они привлекают массу комментаторов, слушателей и так далее, да, они этим наслаждаются, и жизнь в этот момент крайне наполнена. Но больше, мне кажется, людей, на самом деле, это людей объединяет. Людей, которые кидали камнями в автобусы и пели гимн Украины, они были объединены. То есть, чёрно-белое всё? Есть мы, есть они, и мы делаем святое дело, мы защищаем наши дома, наших близких и так далее. Наших детей, всегда можно вспомнить детей. Да. Многое оправдывать. Это сплошь и рядом. И вот я думаю, что, как ни странно, подобные события, во-первых, тебя немножко захватывает дух. А вдруг это, правда, страшная эпидемия? И в этот момент ощущение жизни приобретает необыкновенную остроту. Я помню кадр в самолёте в каком-то фильме, да, в общем, наверное, не в одном фильме это было, где парень с девушкой летели, он говорит, дорогая, мы скоро разобьёмся, давай сделаем это, потому что у нас может не быть шанса. Ну вот, к сожалению, сделаем это. Люди вечно подразумевают не что-нибудь, что романтическое, а обычно какой-нибудь скандал. Но это отключает какие-то фильтры, получается, то есть человек, находясь перед эпидемией, возможно, перед даже иллюзорным, таким ожидаемым конца света, он может выключить что-то в себе и начать жить на полную катушку. Во все тяжкие, помните сериал? У него обнаружили рак, он стал варить метамфетамин. Помню, но заметьте, что пока что из ругающих в соцсетях никто не начинает жить во все тяжкие. Ну, в соцсетях начинает. То есть иллюзия того, что ты живешь в грехе. Я так библейски высказался. Я думаю, что люди склонны к бурлению в соцсетях. И вот бурлить из-за коронавируса, Роспуска Рижской Думы, российско-американских отношений, еще много-много всего. Ведь многие, бессознательно даже, потому что сознательно или там не признаются, они охотятся за этими лайками пресловутыми, за лайками, комментариями, за поддержкой своего мнения обязательно. То есть в жизни ведь тоже так часто происходит, просто там нет такого маркера, да, лайк нам по-другому, его сложно вычислить. Охотники за лайками были, есть и будут, пока будут социальные сети. И даже когда они исчезнут, они все равно останутся, но тут повод получать лайки. Я бы все-таки думал не только о лайках, все-таки я думал о том, что все-таки наше бессознательное работает куда мощнее, чем мы в этом думаем. Не так, как во всяких... Звонок? Да, примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, пожалуйста, я вас вас беспокоил. Вот 7 минут вас слушаю. Меня зовут Роман. Да, Роман. Я как-то не могу уловить заданную тему сегодняшнего разговора, не могли бы повторить. Да, коронавирус и паника у нас сегодня в самом широком... Коронавирус, реакция людей на это и то, что людей делают настолько уязвимыми для этого. Тогда это про панику, в принципе, коронавирус только как инструмент. Спасибо. Да. Спасибо. Вам звоните 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Пишите в WhatsApp 230-6191. Вот если не воспринимать наши бессознательные, как в оптимистичных книжках с названием подружиться с бессознательным, использовать его на себе на пользу и так далее, и так далее. На самом деле мы понимаем, как много всего у нас бурлит и как много ждет прорыва. Звонок опять? Да, еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Игорь Давут. Да, слышим вас. Ну, по-моему, вот эта психология человеческая, которая проявляется в желании бурлить, то, о чем сейчас говорим, это используется преднамеренно, а, в общем-то, основа всего это экономическая. Кто будет в экономическом выигрыше, здесь так сразу тяжело сказать, потому что нужно очень глубоко, глубоко во всем этом разбираться, но началось это, в общем, довольно спланированно, было тихо, потом вдруг китайцы начали очень так агрессивно все ограничивать, вот, потом подхватили средства массовой информации, и все конфликты в мире, как правило, такие серьезные, не конфликты, а рецессии какие-то, они решались либо с помощью войны, Первая мировая война, там, Вторая мировая война, либо с помощью каких-то там эпидемий. То есть, у меня такое впечатление, что сейчас это дело стеленаправленно, потому что экономика мировая находится в полном-то этой ноте. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, вот Игорь нам исчерпывающе озвучил очередную конспирологическую теорию. Ищи, кому выгодно, кто-то где-то создал эту идею и так далее. Ну, мне, честно говоря, вообще не очень склонен к конспирологии представить себе заговор такого масштаба с диагностикой в массе стран и тому подобное. Наверное, опять повторимся, что всегда есть люди, которые на всем зарабатывают. Кто-то на этом наверняка заработает. Но вот мне не очень верится, что изначальное появление коронавируса и распространение связано с чьими-то доходами. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Сергей, меня зовут. Здравствуйте. Да, Сергей, слушаю вас. Да, хотел вас поблагодарить за очень хорошую тему и чрезвычайно интересную передачу. Потому что меня, в общем, тоже как-то очень всегда волновали и интересовали вопросы психологии такого массового сознания, страхов, фобий и так далее. Вот это удивительное дело, но ведь жизнь обывателя в массе своей, и она же невыносимо скучная. И когда появляются такого рода психопатические, апокалипсические темы, то они парадоксальным образом, мне кажется, просто на уровне общественного сознания, жизнь огромного количества людей наполняет смыслом. Вот коронавирус, какая-то катастрофа, какой-то апокалипсис, значит, ходячие мертвецы, и у огромного количества людей появляется полизорная, полизорная, но какой-то смысл жизни, они вдруг начинают жить, дышать. Мне это значит, что, еще коротко закончу, напоминают, вот если в большом многоквартирном доме взять и выключить электричество, любое, и люди начнут жить при светах. Удивительно, но это происшествие всех объединяет. Все как-то становятся членами вот этого сообщества людей, у которых нет света. Вот такие какие-то у меня парадоксальные мысли возникают, когда я вас слушаю. Вообще, спасибо большое, вы во многом согласны, я с вами во многом согласен, и у вас очень интересная тема. Да, спасибо вам. Я бы с вами Сергей слегка поспорил, что всех объединяет. Как мы помним, где-то в прошлом веке в Нью-Йорке был большой блэкаут, когда вдруг, по-моему, во всем городе погасло электричество, исчезло. И начались грабежи, разбои, изнасилования и так далее. Оказалось, что, может, кого-то и объединяет, но под покровом темноты людям очень просто, что так намного легче отпускать на свободу самые предосудительные инстинкты и желания. Ну, кстати, объединяющий фактор, он еще, опять же, и в литературе, и даже в Голливуде, он, в общем, проработан кинематографически. Вот, например, фильм «День независимости» 1996 года, где прилетели инопланетяне для того, чтобы поработить Землю. И там показан интересный момент, что американцы звонят русским, давайте делаем массированный удар, у нас теперь есть общий враг. И вот эта картинка, передающая, что арабы с Израилем, русские с американцами, китайцы там еще, индусы с пакистанцами, все вместе борются с неким единым злом, и в этот момент планета становится единой. И в этом, как мне кажется, есть такой сильный механизм, что вот, посмотрите, есть кто-то, кто сильнее нас, и мы забудем о всех наших проблемах. Не забудем в жизни, скорее всего. Но, тем не менее, история достаточно такая красивая и мотивирующая на несколько дней, по крайней мере. Давайте подумаем. Ну, скажем, на примере коронавируса в данной ситуации, и уж на, не знаете, сюрприз нам еще пошлет в будущем, судьба. Что еще будет нас пугать? Звонок? Только что был, и появится снова сказать. Что мы можем делать? Во-первых, мне кажется, самое первое и главное, что человек может сделать, это обратиться к себе с вопросом, почему я так реагирую. Неважно, я ищу виноватых, ищу кому выгодно, я бьюсь в панике, я запасаю спички, гречку и так далее, или еще что-то. Что со мной происходит? Почему я так реагирую? Звонок? Да, есть звонок у нас. Примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я повторно вам позвонил, Роман. Вы знаете, пока вас слушал, и предыдущего тоже звонившего, послушал на предмет объединения при ситуации какого-то кризиса. Вы знаете, значительно сложнее поведение людей в таком случае, если речь идет о доме, где пропало электричество. Наверное, первая эмоция живущих, это какая сволочь выбила пробки в нашем доме. Кто виноват? Да, да, да. А потом уже только, возможно, какая-то там общая попытка найти проблемы в такой объективной стезе, а не руководствуясь эмоциями. Касательно вот теории заговора, да, возможно, трудно, трудно как-то с этим согласиться, что на самом деле такого вообще не существует, хотя бы для примера. Я хотел бы, чтобы вы как-то к этому обратились, если возможно. Вот ту проблему миллениума, помните? Шутка 2000, она называлась. Да, 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 ну вот, вот как-то, вот что это? То же самое. Мне хочется думать, что это бизнес-проект все-таки был чей-то, и выгода у многих, наверное, все-таки там была. Я бы мог бы быть уверенным в это, потому что на этом фоне было потрачено немало денег, ну немало денег. Да, спасибо вам. Продолжим. Первое, вслушаться в себя. Если я испытываю тревогу, панику, страх, гнев, агрессию и так далее, и так далее, в первую очередь задавайте вопрос себе, почему меня одолевают такие чувства. Второе, что мы наверняка можем сделать, ну, опять на примере того же коронавируса, но если мы все-таки уже люди взрослые, и не руководствуемся приметами и теориями сглаза и порчи, и так далее, то мы все-таки задаемся вопросом источников. Я думаю, то, что нам важно, это найти источники, которым мы доверяем, это найти, а здесь явно реческо идет о науке и о медицине. Можешь доверять политическим заговорам и так далее, но мы должны найти источники, которым мы доверяем, потому что это сильно упрощает дело. Здесь, мне кажется, сложнее в истории с коронавирусом, потому что паника основывается во многом, в том числе, на заявлении официальных лиц. И если это говорит президент страны, министр здравоохранения, то, соответственно, его цитирует уже крупнейшее агентство, которым есть доверие. Там бренды вроде BBC, CNN, Associated Press, Reuters, Bloomberg и так далее. И, соответственно, если они начинают нагнетать эту панику, а эти бренды начинают ее тиражировать, то уже сложнее даже человеку с критическим мышлением разобраться. Я думаю, что не надо слушать президентов страны. Надо слушать Всемирную организацию здравоохранения. Она говорит о всемирной ситуации чрезвычайного значения. Это есть значение, но она не говорит о том, что мы все умрем. Надо слушать врачей, причем непонятно кого. Мне кажется, есть простой механизм, которым я лично пользуюсь. Если мы видим в соцсетях, или где-то надпись, известный доктор наук, или профессор, или академик, такой, сказал Тота. Зайдите в Google. Посмотрите, есть ли на свете такой академик, или профессор. Действительно он это сказал. А то у нас весь интернет полон цитатами из Хаяма и Шекспира, которых ни Хаяма, ни Шекспира здесь не писали. Я подозреваю, что с научными информациями, Армаза, с научными сведениями, ровно та же история. Не поленитесь поискать, проверить источник. Звонок? Да, еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Георгий. Да, Георгий. Прозвучала такая фраза, что трудно представить себе такой большой масштаб заговора, за которым мы стояли. Да, слушаем вас, Георгий. Факты. Значит, первый, то, что я сам проверяю, существует патент на мутацию конкретного вида коронавируса. Относительно недавно он появился, я проверил, да, он существует. Именно такой вариант мутации там запатентован. Это первое. Дальше, еще один пример. Был такой свиной гриб, помните? Помню, конечно. Да, а вот почему-то все забыли, и никто сейчас не повторяет, хотя надо было бы вспомнить, то, что всплыло тогда. Там в одной из лабораторий Семьи организаций здравоохранения и какая-то лаборантка из Словакии, я забыл ее фамилию, она обнаружила, что во время проверки вакцины, она обнаружила, что в этой вакцине такая какая-то жуть находится там, какой-то невообразимый уровень энергии, еще что-то было. И быстренько-быстренько эту партию в несколько десятков миллионов отправили на свалку. Потом оказалось, и об этом тоже писали официальные средства массовой информации, что была подготовлена другая партия вакцины для первых лиц Европы. Это дело тоже замяли, потом все свалили на руководство тех лабораторий, которые, как бы так, по ошибке наделали несколько десятков миллионов вакцин, ошибли случайно. Да, спасибо вам, но мы поняли. Совсем уважением к вам, но у меня вся эта история, она из какой-то одной лаборантки, которая случайно раскрыла, и отдельная партия для первых лиц, она настолько похожа на массу других теорий, и вы имеете право на свое мнение, я его не оспариваю, но еще раз, мне это все не внушает доверия. Еще звонок, у нас много радиослушателей сегодня на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Наталья. Да, Наталья, слушаю вас. Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу, но мне кажется, в Атвии у нас нет вообще никакой паники. Наше общество расшатать на что-то такое подобное практически нереально. У нас настолько пассивные люди, но насчет консолидации я согласна, что нужно как-то консолидироваться, потому что мы можем отмахиваться от этого вируса, но вы знаете, когда люди не отменяют свои отпуска и летят в Италию кататься на лыжах, это некрасиво. Вы знаете, уже два экипажа аэрболтика сидят на карантине. Эти люди не могут выбирать, им идти на работу или не идти. Они летают каждый день и заболеть по чьей-то прихоти, принести домой вирус, где у них пожилые родители, дедушки, бабушки, которые, возможно, этого не перенесут. Наверное, людям нужно думать о таких вещах. Да, спасибо вам, Наталья. Я думаю, у нас у всех есть понятие ответственности. Я всегда говорил, что взрослый человек, то, что отличает взрослого человека, это принятие решений и принятие на себя последствий твоих решений. Если человек летит в Италию невероятно на карантин кататься на лыжи, он готов провести время в карантине после этого или еще что. То есть, тут я не берусь кого-то судить, но, наверное, люди думают о том, что они. Хотя, как мы помним историю когда-то с цунами, накрывшим Таиланд, еще не все трупы выловили, а уже на пляжах загорали люди, которые все-таки заплатили за отпуск, не пропадать же деньгам. Поэтому люди способны на самые разные вещи. Вот, возвращаясь к тому, о чем я говорил, наверно, опираясь на информацию из, по возможности, достоверных источников, не с сайтов с странным названием и не из чьих-то блогов со странным названием, а официальная медицинская информация, официальная информация по карантинам, полетам и так далее, можем принимать решения. Я просто к тому, что вот старый добрый принцип Аккама, не надо приумножать число сущностей без необходимости, есть простые вещи, вот если мы остаемся в рамках этих простых вещей, логичных, понятных, научно обоснованных, мы экономим себе нервы и окружающим, мы спасаемся от паники, мы не распространяем эту панику, которая, как мы видим, расходит куда быстрее, чем коронавирус, инфицирует людей моментально, а многих она в хроническом состоянии просто просыпается. Поэтому, мне кажется, отделите, что называется, зёрна от плевел, отделите, где информация, а где слухи, отделите, где информация или болезнь, а где ваша собственная тревога и паника. И поймите, где находится та грань, в которой надо не лечить коронавирус, что даже рядом с вами нет, а заниматься собственной тревогой и паникой. Потому что, если мы разбираемся со своей тревогой, то мы можем быть поддержкой и для окружающих нас. Вот история с домом, в котором погасло электричество, мы можем быть поддержкой, выражаясь образно той самой свечой, которая хоть как-то даёт свет и понимание происходящего. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим программу «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Я с вами не прощаюсь, мы встретимся через час в программе «Вечерний интерактив», а Ариэлю мы говорим до свидания. До следующего понедельника. До следующего понедельника. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин